А вот та самая лужа, куда мы не поехали на москвичах, когда Виталий там померил палкой, и палка вся утопла. У, да ну нафиг, ты чё? Ошалелый, что ли? Не-е-е, 41-й я туда не погоню. Ты чё? Юлсан. Автозапчасти без посредников. Наш самый главный спонсор. Юлсан.рф. Три потому что. Многие автолюбители вашего города покупают запчасти в Юлсан. Почему? Потому что там низкие цены. Цены в Юлсан низкие, потому что запчасти идут напрямую от крупнейших поставщиков. Если вам будет трудно подобрать нужную запчасть, вам всегда поможет ваш личный онлайн-консультант. Юлсан. Потому что без посредников. Все ссылки в описании. Ну вот сейчас, соответственно, посмотрим, как здесь проедут наши сегодняшние герои. Только уровень лучше, меньше. Ты не герой. Всё, у тебя... Всё. А, ну, кстати, да. Да, поменьше стало воды. Всё-таки Пашин УАЗик мне больше напоминает какой-то трактор. На заднем приводе. На заднем приводе, да. Ну, это даже неинтересно. Это как-то скучно. УАЗ на переднем приводе едет на одном. Вот сейчас мы и посмотрим. Зацепа у него практически нет на колесах. А, да и ему и всё равно вообще. Вот, ребят, переднеприводная машина сейчас проехала. Он отключил заднюю ось. И на переднем приводе вот здесь проехал. То есть, в принципе, чисто теоретически мы на москвичах могли здесь проехать. Да, если мотор не залили. Да, просто мы бы... Вот как сделаем гидроизоляцию. Если на брюхо не тянет, а приятно. А можно бочком одной стороны. Почти, почти, да. Почти зацепился. Ну, Нива, она в любом случае на полном приводе. Всё, встал, да? Ну, у Нивы постоянно полный привод. Поэтому нельзя проверить проходимость на одном приводе, если бы кардан открутить. Не, ну, если бы он цеплялся, он бы не проехал. Плюх. Ну, тоже всё гуд. Ну, что, стандартная Нива. А, по-хитрому. По-хитрому. Ай, где мы ехали на москвичах? Точнее, мы объезжали, получается, вот слева. А справа Виталий как раз 412-й посадил. И чем мы его будем дёргать? Да он сам, он в раскоряку стоит. Ну, ребята тоже объезжают, а УАЗик вообще на пролом прёт. Вот такая вот сейчас срань там впереди нас ждёт. Блин, да как ж неудобно-то в этой машине сзади болтаться. Нифига себе. А если мы УАЗик посадим, мы его чем дёргать будем? В УАЗ. А, в УАЗа, ну да, как вариант. Там же моторы, где? Ух ты, ничего себе, как он прыгает. Ну, вот там, где Нивы едут, там как раз ехали москвичи. А, не, ну вот, конечно, в колею мы так не падали. Ну, если здесь проехал 412-й, без цепей, на нестравленной резине, то чё тут смотреть-то? Ну да. Ну, просто УАЗик, просто проехал. Тем более под горку. Тем более под горку. Залуаз я даже уже не переживаю, он, по-моему, на переднем приводе проедет, там, где... Нивы на полном сядем и на лысой резине. Сейчас ходом. Да ходом, давай, давай! Ходом, топи, чё-то! Москвич проехал! А уж Нивы и подавно. Я думал, здесь никакая машина, в принципе, не проедет. Но нифига, блин. Чё это нас как-то боком-то поставило? Ай, ёпта, донулся! А дайте я выйду, погоди. А чё, это вывесилось, да? А ты за тебя на Ниве, из-за клянавой. О, сейчас поедет! Не, ничего не вывесилось. Так, Лоас, ломая деревья практически вообще. А, вывесилось, да, вывесилось. Ну, подключай передок. О, ну всё, на передке вообще как нехер делать. Ребята там на Нивах тоже. Без потерь. Без потерь. Уазик вообще на заднем приводе ехал, пока колесо не вывесилось. Токовая. Ай, упала зла. Упала, да? Угу. Пойдём? Ммм, вряд ли. Хотя. Я его знаю. Ну попробуй. Не, нормально, нормально. Вот это ничего. Вот это Нива. Мы лишились Нив трёх. Но вместо трёх Нив приехала одна Шевроле Нива. Без бензина. Да, как мы на Москвиче. Чем хорош УАЗ, на нём можно просто ехать. Просто ехать. Даже вот, даже можно вот почти не крутить рулём. Нет, чуть-чуть крутим, конечно, да? Да, чуть-чуть. Здрасте, а как проехать к библиотеке? Бог помощь. Прямо на втором квадрате направо, потом через брод, через болото налево. И в гору, и вы там. И мы. По месту назначения. Ладно, поехать, ты чё. Ну всё, пока. На какой мы сейчас? На второй? Вторая, пониженная. Подъём не очень крутой, конечно, но... Но были сегодня и покруче. Чё там? Шевроле ползёт. Ползёт. Увы, Шевроле мы потеряли. В неравном бою. Там у ребят ещё заканчивается бензин. Может, уже закончился, не знаю. Вон стоят. Она ещё жутко троит. Потому что газ у них кончился. С газа на бензин переключились. На бензине она как раз троит. Ну вот сейчас с разгона пытаются заехать. Не. Не едет. То ли на трёх цилиндрах, то ли ещё что-то. Не, мы посмотрим, поглумимся над ребятами. Правильно же? Мы же не просто так идём. Мы идём сказать, что... Ребята, ну, а чем вы думали, когда покупали Шевроле Ниву, да? Надо было брать УАЗ. Ну и чем вы думали, когда покупали Шевроле? Да я мне газы, я тебе покажу, чем вы думали. А ну где тут V-образная восьмёрка от Шевроле Таха? Это турбина стояла. Шевроле-то что-то должно быть такое, да? Должен быть V8. Меняем свечи на Шевроле. И чё, она сейчас заведётся и поедет у нас, что ли? И заберётся на горку? Сама. Сама. Пока у вас не приедет, не спасётся. Никуда отсюда не уедет. Опытным путём, светлые головы, выяснили, что во всём виновата форсунка. Но, поскольку там подъём, там подъём, ни на один из этих подъёмов Шевроле заехать не может, то то, что мы выяснили, как бы, что это форсунка, ничем нам не поможет. Всё равно нужно будет её затаскивать вверх, где-то до асфальта, её тащить и потом уже заправлять газом. Потому что на газе она работает нормально. Разобрать её. А можно разобрать её по запчастям, да. Пеньки поставить. Там лебёдочку-то мне нужна на ниву, как раз я себе примастырил бы. Колёса. Подожди, тут люди как бы уже в очереди стоят. Аккумулятор нужен на жопер. О, точно. Мне стартер. Господа, тут люди в очереди вообще-то. А фары мы примастырим на чё-нибудь? На москвич поставим. Точно. Так если решётку возьмёшь, то и примастыришь. Блин, ништяк будет. Шевросквич. Луас вот сюда. А чё, на сколько спорим? Насколько спорим? Какие ставки вообще? Да ладно, чё он здесь не проедет, что ли? Не, снимать оттуда надо, чтобы с морды. Да зачем с морды? Наоборот, вот отсюда, как он будет заезжать. Тебя там газию не закидают. Да она с той стороны снимает, чтобы где поглубже был. Нет, здесь утонет. Я проваливаюсь. Ну, хотя бы немножко. Немножко хотя бы. Ещё мы его умываем. Неужели мы посадим Луас? Надо же Луас засадить, но он не такой же всемогущий. Надо. Воды не хапнет, ничего. Воды не хапнет. Грязи только хапнет. Ну а чё, мы ездим, бля, и кульпо-саду катаемся. Сядет? Мне кажется, он сядет вот тут по центру. Сядет. Делаем ставки, да? Где сядет Луас? Вот без разгона можно. А дёргать будем Шевроле. Так, здесь прогноз Виталия, здесь прогноз Паши. Мой прогноз, да, я не знаю, посередине упрёт. Сядет. Прямо блокировку, всё включай. И просто. Сависи, с включенной блокировкой. Включай, включай, всё. Аккер, вы не дайте мост. Вы не дайте блокировку заднюю. Прямо всё включай. И безусловно. Нима, что он заедет, да, тут задними колесами. Задними колесами, мы сядем. Нима, сядет сразу на мост. А вот Луас. Ну? Момент истины. Бревна, смотри, там нормально. Да вот сюда просто поправей чуть-чуть и всё. О, ну давайте, да, это самое что-то. Готовим, здравствуй, а сколько того что-то? Да, да, да. А зачем Бревна, мучишь? Благодаря. Именно, чтобы топь какая-то. Ну что, всё, готов. Ну что, всё, готов. В этом УАЗике. Ну, Дёш, снимаем. Да, давай. Да ладно. Да ну нифига себе. Это что, мы проиграли самую ПЭШу. Ну, глянь, всё-таки проехал. А, всё, назад уже не могу. Давай, в раскачечку, должен выехать. Не-не, вперёд, назад, в раскачку. Движок дымит, как москвич. Во, какую грязь мы нашли, а? Давай, 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 выйдет, выйдет. Давай, вперёд, больше капра. Давай, 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 давай. Руруй в разных сторонах, под руки. Он там ещё и двигается, блин. Как это вообще возможно? Да ладно, да ну нафиг. Всё, давай, вперёд, сходом, подкрой. Давай, подкрой, подкрой, давай. Давай, подкрой. Ох, дверь, машина. Ну, грязь вообще, или а что это? Ох, поехали. Ох, ни хрена себе. Я в шоке. Я думаю, ребята, тоже. Что скажешь, Виталий? Луас рулит. Луас рулит. Делаем вторые ставки. Утащите ли в гору? Луас. Меньше шнивы, где-то на 500 килограмм. Вес, хрен, тонны. Сколько? Вес, хрен, тонны. У кого? Она бронированная. У тебя? Да. Вес, хрен. Попробуй, балуха, стукни кулаком. Ты что, рядом что-то? Да, да вон, посмотри, это самое усиленное стекло стоит. Ясень, что у тебя мотор затравит. Тут, блин, обычный шнив, он хренит, она бронирует. Ну, глянь, натуре. Нет, здесь вот, ну вот, низ бронированная. Ну, сняли уже, да. Слышь, а лобовое в натуре, глянь. Слышь, а каждая зимой, если она запотела, глянь, замерзла. Не, отай, бенчики, хватает, блин, хватает. Ну, чё? Утащит? Не утащит? Сразу скажем, Chevrolet Niva бронированная, да? Вот, бронирована. Весит две тонны. С чем-то тонны, да. А лоб? Две триста? Как патрол, блин, ё-моё, даже патрол меньше весит. Как Range Rover Sport. Как Range Rover Sport. Чё, толкаем? Да на понижайке, проверим понижайку. Она, главное, чтоб не выбила. А так, я думаю, тащит. Чисто такие у тебя на понижайке. Я знаю, что он вытянет, движка не хватит. Я здоровое боюсь. Да ну, колеска крутит. Я уже настолько уверовал в Луаз с жигулевским двигателем, что, честно говоря, прям, прям, всё может быть. Тащит, тащит. Тяжелючую бронированную Chevrolet Niva. Троящую. Ну, точнее как, она, конечно, Chevrolet помогает немножко там, сама. Сама себе. В общем, бездорожья как такового у нас серьёзного. Сегодня не было. По сути, никто не застрял. Да? Даже Луаз, который хотели засадить, проехал, ё-моё. Ну, и мне опять запикивать? Скажи нормально, скажи нормально. А чё я сказал? Вот, скажи нормально. Даже Луаз, который... Чё я хотел... А! Даже Луаз, который мы хотели засадить в одной болотинке, такой... Кто проехал? Не, ну ты всё равно умудрился вот вставить, да? Чё я сказал, блин? Да ты даже не слышишь! Вот он даже не слышит, как он матерится! Да и хуй... Но всё равно мы сегодня посмотрели, что Луаз это вообще бомбический аппарат. Подготовленный УАЗ настолько же даже покруче бомбический аппарат. Хотя вот, кстати, в горку Луаз тоже вкрутую достаточно, да, затянул вот эту бронированную Chevrolet. Как серьёзно. А? Родник! Родник! Вот туда дальше, куда ехал, по прямой, два километра, увидишь, там будет ручей. По ручью направо 200 метров будет родник. Велком! Давай с пробуксовкой прямо! Не получится! Не получится, мощи мало, да? Ну и плюс, конечно, всё что-то подсохло, совсем подсохло. Там, где мы везде по грязи ехали на москвичах, то есть сегодня особо никакой грязи не было. Вот. Но! Будут дожди. Мы исправимся. Вот. Плюс наберём всяких интересных машин и устроим какие-то прикольные соревнования. Угу. Чё угу? Чё мычишь? Дожди, дожди. Дожди осенью будут. Осенью будут. В ноябре. Время состаримся уже, ё-моё. И смех. А это уж колёса Луаз лучше Луаза. Если поставить такие уазовские колёса на Луаз, то у него расстояние между колёсами будет меньше, чем у квадроцикла, ё-моё. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok